Сия первая неудача должна была оскорбить царя. В то же время, сведав о мире короля датского с шведским, он изъявил Магнусу живейшее неудовольствие, обвиняя брата его в нарушении союза с Россией и в дружбе с ее злодеем. Другое неожиданное происшествие еще более встревожило и царя, и Магнуса. Обязанные Иоанну свободою, знатностью, богатством, Крузы и Таубе после несчастной Ревельской осады, утратив доверенность нового короля Ливонского, боясь утратить и государеву, забыли клятву, честь, вступили в тайные сношения с шведами, с поляками и вознамерились овладеть Дерптом, чтобы отдать его тем или другим. Способ казался легким, они могли располагать дружину немецких воинов, которые, служа царю за деньги, не усомнились изменить ему. Знатные жители Дерптские, быв долго пленниками в России, более других ливонцев ненавидели ее господство. Следственно, можно было надеяться на их ревностное содействие. Сею мыслью заговорщики вломились в город, умертвили стражу, звали к себе друзей, братьев, кричали, что настал час свободы и мести. Но изумленные граждане остались только зрителями, никто не пристал к изменникам, с коими россияне в несколько минут управились. Одних изрубили, других выгнали, и, считая жителей предателями, в остервенении умертвили многих невинных. Таубы и Крузы спаслись и бегством. Отверженные ревельцами, не хотевшими ни слушать, ни видеть их, они искали убежище в польских владениях, где король и, в особенности, герцог Курлянский принялись их безрассудных с великою честью, в надежде сведать от них важные государственные тайны России. Но сведали и единственно о всех ужасах тиранства Иоаннова. За год до того времени Таубы и Крузы писали к императору Максимилиану, что один Иоанн может изгнать турков из Европы, имея войско бесчисленное, опытное, непобедимое. Изменив Россию, они уверяли Максимилиана и других европейских государей в ее бессилии и в возможности завоевать или, по крайней мере, стеснить оную. Опасаясь быть жертвой их измены и гнева Иоаннова, Магнус, хотя и невинный, спешил уехать из Оберпалина на остров Эзель. Но царь умел быть твердым в намерениях, скрывать внутреннюю досаду, казаться хладнокровным в самых важных незгодах. Он старался успокоить Магнуса новыми уверениями в своей милости. С горестью известив его о внезапной кончине невесты, юной Ефимии, предложил ему руку малолетней сестры ее Марии, с такими же условиями, с тем же богатым преданным, и снова обещал завоевать для него Эстонию. Магнус утешился, с благодарностью принял опять имя жениха царской племянницы, ждал с нею королевства и писал к брату, к императору, к князьям Германии, что несуетное честолюбие, но истинное усердие к общему благу христиан заставило его искать союза России, дабы сделаться посредником между империей и сею великую державую, которая может вместе с другими европейскими венценосцами восстать для обуздания Турции. Сию надежду имел и сам император и вся Германия, устрашаемая султанским властолюбием. Но Иоанн, как увидим, не думал о славе защищать христианскую Европу от магометанского оружия. Думал единственно о выгодах своей особенной политики, о вернейшем способе овладеть всею Ливонию и смирить гордость ревельцев, которые дерзали торжественно именовать его тираном и величались победою, одержанную над россиянами, уставив ежегодно праздновать ее память 16 марта. Он готовил месть, замедленную тогда ужаснейшим бедствием Москвы и всей юго-восточной России. Следуя правилу не умножать врагов России, Иоанн хотел отвратить новую бесполезную войну с султаном, коего добрая к нам приязнь могла обуздывать хана. Для того в 1570 году дворянин Новосильцев ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением. Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные сношения России с Турцию от времен Боизета. Удивлялся впадению Селимовой Рати в наше владение без объявления войны, предлагал и мир и дружбу. Мой государь должен был сказать Новосильцев, вельможам султанским, не есть враг мусульманской веры. Слуга его царь Саин Булат господствует в Касимове, царевичкой Була в Юрьеве, и Бак в Сурожике, князья Ногайские в Романове. Все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях, ибо у нас всякий иноземец живет в своей вере. В Кадоме, в Мещоре многие приказные государевы люди мусульманского закона. Если умерший царь Казанский Симеон, если царевич Муртаза сделались христианами, то они сами желали, сами требовали крещения. Новосильцев был доволен благосклонным приемом, заметив только, что султан не спрашивал его о здравии Иоанна и в противность нашему обыкновению не звал обедать с собою. Но сие посольство и другое в 1571 году не имели желаемого следствия. Хотя царь в угодности Лиму согласился уничтожить новую крепость нашу в Кабарде. Гордый султан хотел Астрахани и Казани, или того, чтобы Иоанн, владея ими, признал себя данником Атаманской империи. Предложение столь нелепое осталось без ответа. В то же время царь узнал, что Селим просит Киева у Сигизмунда для удобнейшего впадения в Россию. Что он велел делать мосты на Дунае и запасать хлеб в Молдавии. Что хан, возбуждаемый турками, готовится к войне с нами, что царевич Крымский разбил тесте государева Тимгрюка и взял в плен двух его сыновей. Уже Девлет Гирей в непосредственных сношениях с Москвою снова начал грозить требовать дани и восстановления царств Батыевых, Казанского, Астраханского. Уже из Донкова, из Путивля извещали государя о движении ханского войска. Разъезды наши видели в степях, пыль необычайную, огни ночью, сакму или следы многочисленной конницы слышали вдали прыск и ржание табунов. Полководцы московские стояли на оке. Два раза сам Иоанн с сыном своим выезжал к войску в Коломну, в Серпухов. Уже были и легкие шибки в местах рязанских и каширских. Но крымцы везде являлись в малом числе, немедленно исчезая, так что государь, наконец, успокоился, объявил донесения сторожевых атаманов неосновательными и зимою распустил большую часть войска. 1571 год. Тем более он встревожился при наступлении весны, хотя хан, вооружив всех своих улусников, тысяч сто или более, с необыкновенную скоростью вступил в южные пределы России, где встречали его некоторые беглецы, наши дети боярские, изгнанные из Отечества ужасом московских казней. Сии изменники сказали Девлет-Гирею, что голод, язвы и непрестанные опалы в два года истребили большую часть Иоаннова войска, что остальное в Ливонии и в крепостях, что пусть к Москве открыт, что Иоанн только для славы, только для вида может выйти в поле с малочисленную опричненную, но не замедлит бежать в северные пустыни, что в истине того они ручаются своею головою и будут верными путеводителями крымцев. Изменники, к несчастью, сказали правду. Мы имели уже гораздо менее воевод мужественных и войскоисправного. Князья Бельский, Мстиславский, Воротынский, бояре Морозов, Шереметьев спешили, как обыкновенно, занять берега Оки, но не успели. Хан обошел их и другим путем приближился к Серпухову, где был сам Иоанн с опричненную. Требовалось решительности, великодушие. Царь бежал. В Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы, из Слободы к Ярославлю, чтобы спастись от неприятеля, спастись от изменников, ибо ему казалось, что и воеводы, и Россия выдают его татарам. Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства. А хан уже стоял в тридцати верстах. Но воеводы царские с берегов Оки, не отдыхая, приспели для защиты. И что же сделали? Вместо того, чтобы встретить, отразить хана в поле, заняли предместия московские, наполненные бесчисленным множеством беглецов из деревень окрестных. Хотели обороняться между тесными бренными зданиями. Князь Иван Бельский и Морозов с большим полком стали на Варлаамовской улице, Мстиславский и Шереметьев с правой рукою, на Якимовской, Воротынский и Татьев, на Таганском лугу против крутиц. Темкин с дружиною опричников за Неглинную. На другой день, мая 24-го, в праздник Вознесения, хан подступил к Москве. И случилось, чего ожидать надлежало. Он велел зажечь предместия. Утро было тихое и ясное. Россияне мужественно готовились к битве, но увидели себя объятыми пламенем. Деревянные дома и хижины вспыхнули в десяти разных местах. Небо омрачилось дымом. Поднялся вихрь, и через несколько минут огненное бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и ревом. Никакая сила человеческая не могла остановить разрушение. Никто не думал тушить. Народ-воины в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий, или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но отовсюду гонимые пламенем бросались в реку и тонули. Начальники уже не повелевали или их не слушались. Успели только завалить кремлевские ворота, не впуская никого в сие последнее убежище спасения, огражденное высокими стенами. Люди горели, падали мертвые от жары и дыма в церквах каменных. Татары хотели, но не могли грабить в предместьях, огонь выгнал их, и сам хан, устрашенный Симадом, удалился к селу Коломенскому. В три часа не стало Москвы, ни посадов, ни Китая города. Уцелел один Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел митрополит Кирилл, святынею и сказною. Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Людей погибло невероятное множество. Более 120 тысяч воинов и граждан, кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля. А всех около 800 тысяч. Главный воевода, князь Бельский, задохнулся в погребе на своем дворе. Также боярин Михаил Иванович Вороной, первый доктор Иоаннов, Арнов Лензей и 25 лондонских купцов. На пепле бывших зданий лежали груды обгорелых трупов, человеческих и конских. Кто видел сие зрелище, пишут очевидцы, тот вспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит Бога, не видать Онова вторично.